Приветствую вас, знаете, я хотел бы в первую очередь отметить, что вас здесь удивительным образом сочетаются как достаточно интересные, достаточно, знаете, такие позитивные мысли, которые являются здравыми, которые являются интересными, которые являются очень конструктивными, так и это сочетается с совершенно противоположными мыслями, которые являются крайне деструктивными, я бы сказал, архаичными немного. И так далее. То есть это, мне кажется, в чем-то даже хорошо, потому что это означает, что вы живой человек, это означает, что вы развивающийся человек, это означает, что вы ищете себя, что вы ищете свою позицию, и я думаю, что с этим можно и нужно что-то делать, вот, так что я думаю, что мне хотелось бы в первую очередь отметить это. Дальше. Дальше. Смотрите. Грубо говоря, ваш вопрос состоит из трех абзацев. Первый абзац про вашу историю отношений с девочкой. Второй абзац – это, собственно, текущая проблема, которая вас волнует. Третий абзац – это, ну, по сути, по сути, то же самое. Вот мне интересно, первый абзац вы написали с какой целью, то есть для чего вы написали первый абзац, чтобы что вы написали первый абзац. абзац, потому что, если честно, я не очень понимаю его смысл. То есть я вот просто передам то, как мне видится эта ситуация со стороны. Вот случилась у меня та история, которую вы рассказали, да, и волнует меня то, что вы мне вот это рассказали. Я бы сразу стал говорить, что так и так, встречи встречались с девушкой год, иногда ссорились, там, в итоге поругались, расстались. У нее вот время за время расставания был секс, там потом мы сошлись, я об этом узнал, мне плохо, помогите мне, допустим. Допустим. Я бы это так озвучил. Но вы написали большой абзац про историю ваших отношений. Может быть вы хотите получить какую-то рекомендацию по этому вопросу тоже. Но тут недостаточно анализ, недостаточно материала для анализа. По поводу второго, второго и третьего абзаца, где вы описываете, собственно, свою проблему, да, то здесь не справляться нужно анонимно. Не справляться. Здесь нужно именно раскрыть, почему вас это задело, из-за чего вас это задело. И адекватно выражать свои чувства, например, девушке, да. Ну, то есть, например, дело не в том, кто виноват, да. Вот. То есть, вот, ну, совершенно, совершенно и абсолютно. Дело не в том, кто виноват. Дело в том, что я чувствую. Вот именно чувствую я что. А чувствую я, что мне, например, неприятно, да. Вот. Вот. Мне неприятно то, что произошло. Вот и это то, что вы можете для начала выразить, просто есть. Мне неприятно, что ты, что ты там с кем-то переспавал, что я чувствую вот то-то, то-то, то-то и так далее. Чувствую я то-то, то-то, потому что чувствую, потому что, например, там, то-то, то-то, то-то и так далее. Понимаете? То есть, не справляться здесь нужно. Справиться в данном случае, э-э-э, для вас означает подавить эмоции. Подавить их, э-э-э, как-то заглушить, вот, и так далее. А это, э-э-э, крайне деструктивная позиция. То есть, если вы можете своей девушке без обвинения, да, и донести до нее, что вы не с целью обвинить, э-э-э, ее говорите о своем негативном восприятии ее, э-э-э, сексуального поведения. Да? А с целью донести до нее, э-э-э, свои чувства и свои переживания, то это совсем другое. И если ее не волнуют ваши переживания, если ее не волнуют ваши чувства, то здесь, наверное, стоит задать себе вопрос. А волнуете ли, волнуете ли вы ее в таком, ну, в таком случае, э-э, вообще, вот, ну, вообще вы ее волнуете в таком случае? Понимаете? То есть, э-э-э, тут вот такой аспект, в первую очередь, э-э-э, такой момент, в первую очередь, то, что вот касается этой, этой истории. Дальше, значит, давайте теперь мы разберем, э-э, ваш текст. И перед этим я еще хочу, э-э-э, добавить несколько важных деталей. Значит, э-э-э, значит, вас задело, э-э-э, то, что у нее там, ну, кто-то был, да? Э-э-э, что, э-э-э, она с кем-то, соответственно, перестала. Почему вас это задело? По какой причине вас это задело? Да? Э-э-э, на мой взгляд, очень важный, э-э, вопрос, на самом деле. Э-э-э, вероятно, вероятно, вы не уверены в себе. Э-э-э, ну, в чем-то. Вероятно, вы не уверены в себе. Все в чем-то. Вероятно, вы, э-э-э, склонны, э-э-э, сравнивать, э-э-э, себя, с другими мужчинами. Может быть, речь идет о чем-то еще. Ну, а о чем-то чего, я не знаю. Но, так или иначе, ревность, это всегда, э-э-э, проблема самооценки. Э-э-э, это всегда, э-э, неуверенность, так или иначе, э-э-э, в себе, в чем-либо. Вот, это сравнивание себя же с, там, другими людьми. Вот. И, это, э-э-э, что важно. Страх одиночества, во-первых, это страх одиночества. И, во-вторых, э-э-э, это, э-э, знаете, отношение к сексу, к сексу, как к чему-то такому, вот, грязному, как к чему-то такому, вот, ну, неприятному, нехорошему. Вот. И так далее. То есть, как правило, как правило, как правило, речь идет об этом. Как правило, но не навсегда. То есть, есть элементы, э-э, индивидуальности, конечно, в любом случае. Вот. И мне кажется, мне кажется, что все это можно поменять. Вопрос в том, справитесь ли вы сами. На мой взгляд, скорее нет, чем да. Потому что справиться с этим самостоятельно сложно. Ну, как я уже сказал, если вы неуверенны в себе, то нужно определить причину неуверенности и как-то это подкорректировать. Если вы сравниваете себя, то, опять же, здесь нужно смотреть, почему и из-за чего вы себя сравниваете с другими людьми, как вообще это стало возможным, да. И, опять же, что-то сделать, э-э, ну, для себя, чтобы подкорректировать этот, этот, э-э, ну, этот момент. Понимаете? Вот. То есть, тут нужно разбираться, это очень деликатная тема. Дальше. Ага, вопрос такой. Встречались с девушкой один год? Пишите вы. Иногда ссорились. То есть, э-э, смотрите, э-э, что интересно. Встречались, э-э, с девушкой, э-э, один год, э-э, ссорились. Э-э, встречались с девушкой, э-э, ну, ссорились. На какой основе? Да? То есть, что между вами общего было? Было и есть, может быть, между вами общего. Э-э, это нужно исследовать, обязательно. То есть, нужно обязательно понять, что между вами общего, э-э, почему вы, почему вы сошлись, грубо говоря. Далее. Из-за чего ссорились? Тоже важный момент. Из-за чего конкретно вы ссорились? И почему? То есть, по какой причине ссорились? И что, э-э, значит, что, э-э, ну, мотивировало вас на ссору? Вот. Это важно. Дальше. Э-э, очень важно определить, какое участие вы принимали в ссоре, какое участие принимала в ссоре та же девушка, например. Это тоже очень важный момент. То есть, это вот всё то, что нужно исследовать вам. Дальше. Она не умела высказывать, топила в себе, потом взорвалась, мы поругались, по её инициативе расстались. Ну, вот, э-э, смотрите, да, что происходит. Вы, по сути, по сути, говорите. Девушка не умела высказывать, что, не умела высказывать, я так понимаю, свои, ну, свои чувства, да, свои эмоции. Ну, вот. А-а-а, потом, однажды, она взорвалась, и, соответственно, значит, ну, выпругалась из-за этого. Вот. Она взорвалась, выпругалась. Ну, вот. Казалось бы. Казалось бы. Вот. Казалось бы. Что здесь, собственно говоря, ну, с такого. Да. Поругались и, ну, и поругались, как бы. Ну, вот. Ну, это, на самом деле, очень, э-э, очень важный, на мой взгляд, момент. Потому что, э-э, видите ли, видите ли, э-э, какая штука. Э-э, вы ведь тоже, э-э, приняли участие в, э-э, ну, вот, в ссоре, там, в конфликте и так далее. Ваша ответственность, она есть тоже. И с ней, с этой ответственностью, нужно обязательно разобраться. Почему вы поссорились, э-э, с, э-э, ну, вот именно с девочкой своей, да? Почему вы поссорились с ней? Что, э-э, как бы, ну, промотивировало вас на ссор с ней. Ну, вот. Это очень важно. Очень. Потому что мы поссорились, это совершенно не, ну, это совершенно не ответ, как бы. Это совершенно не, ну, совершенно не то. То есть, это значит, мы поссорились. Кто мы? А вы, вы что, вот, вы никакого участия не принимали? В ссоре, да? То есть, понимаете, ну, это, э-э, это не звучит. Это, вот, э-э, вообще никак не, ну, не звучит, понимаете, там, какой, какой момент. Вот. Так что это, э-э, это вот, э-э, нужно исследовать. Дальше. Э-э, так, на ЧПЮ инициативы мы расстались. Э-э, на следующий вечер она написала, ну, что будет заглаживать вину. Хотя там не была особо моя вина, а общая, просто навсегда и во всем меня обвиняют. Ну, опять же, если, понимаете, если вы говорите, что вина была общая, то есть, даже, ну, вот, слово вина не совсем корректно, скорее, корректно, не корректно было бы сказать ответственность. Да? Да? А если ответственность общая, ну, свою часть ответственности вы можете загладить, если у вас есть желание такое. Другое дело, что этого желания, судя по всему, не было. Вот. И потом, с учётом того, что девочка не умеет высказываться, даже видно, что так, а так она идёт на примирение. Как бы. Вот. Ну, то, что вы, опять же, то, что вы не поняли этого, да, то, что вы этого не смогли понять, вот, ну, это, опять же, нужно исследовать. Так, почему вы не смогли это понять, этого понять? Может быть, вы и не хотели, может быть, вы и не хотели этого понимать, вообще. Может быть, есть, ну, может быть, как, как, какой-то, какой-то там другой момент есть, понимаете? Вот. Ну, здесь, здесь ещё раз повторяю то, что девушка, она хотела здесь идти на примирение. Ага. Дальше. Так. В итоге мы ни до чего не договорились, и она пропала. У меня сложный характер, поэтому я ждал, пока она отойдёт и выйдет на контакт. Аноним, вы говорите, что у вас сложный характер, простите, что спрашиваю вас, да, простите, что спрашиваю вас, но как сложный характер соотносится с тем, что вы ждали, пока девушка сама оставит и выйдет на связь? То есть, как сложный характер с этим вообще связан? То есть, как бы, вот, мне бы хотелось, конечно, чтобы вы этот момент, ну, прояснили. Мне бы очень хотелось, чтобы в этот момент вы прояснили, потому что он непонятный. То есть, по сути, вы взяли и перевесили на неё всю ответственность за отношения, за ваши отношения. Вот. Просто взяли и перевесили, хотя она по-своему пыталась, хотя она по-своему пыталась, ну, как бы, с вами, значит, выйти на, ну, на примирение. Вот. Вот. Пыталась, она пыталась это сделать, она хотела, она хотела. Там другой вопрос, да, получилось ли у неё или нет. Вот. Насколько она это сделала, может быть, эффективно? Вот. Это уже, это уже немножко другой вопрос, это уже немножко другая история, но она пыталась. А вы, а вы просто ждали. Вот. Опять же, я вас здесь не пытаюсь, ээээ, чем-то обвинить. Я не пытаюсь вас ни в чем обвинять. Я просто хочу, чтобы вы увидели, чтобы вы увидели вот этот момент для себя. Чтобы вы постарались этот момент для себя увидеть, понимаете? Вот. Потому что, на мой взгляд, ээээ, это очень важно. Дальше. Так. На след... Ээээ... Так. У меня сложно... Так. Недели через три она начала писать. Привет, как дела? Эээ, когда я начал идти на контакт, она включила режим мой, все закончилось, все умерли, я ничего не хочу. Почему вы говорите, что она включила режим так, как будто, знаете, вот, ну, просто, не знаю, как будто... Обесцениваете, что ли, ее... Что... Ну, вот... Немного странная позиция, позиция здесь. То есть, как будто, не всерьез. Эээ, предложили встретиться, поговорили, поговорили. Она сказала, что мне надо было дальше думать, что ко мне куча претензий, я не поменяюсь. Не очень понятно, что вы имеете в виду. Мне надо было дальше думать. Эээ, про кучу претензий, то, что вы не поменяете, это да. Это, понятно, нет, просто человек не готов и не принимать вас таким, какой вы есть. Я предложил взяв судить, она сказала нет, попрощались. Потом через три дня снова объявилась. Знаете, у меня есть ощущение, что вы не очень понимаете, чего вы хотите, и не очень понимаете цену, которую вы готовы за это заплатить. То есть, за то, что вы хотите. Эээ, так, через три дня снова объявилась, предложил встретиться, она сказала подумать, я приехал к ней с видами, предложил мне обвинять друг друга, но где-то решат, на что она сказала, не знаю, что чувствуют ко мне, ей надо было парить, ей надо подумать. То есть, человек такой вот, видимо, нерешительный, да, что же он. В итоге она мне так две недели, может, парила. Почему вы считаете, что это вот она вам именно парила две недели, может? Почему вы не просто принимаете ее чувства, ее вот переживания такими, как и они есть? Так. В итоге, сейчас вроде контакт налаживается, мы уже, мы сумели выслушать спокойно друг друга. Ну, то есть, вам нужна консультация семисемейного психотерапевта, психолога для того, чтобы помочь вам вообще научиться друг с другом взаимодействовать. Оказывается, у нее до этого время был секс, она говорит, так, сейчас нужна была поддержка, эмоция, начался добрый чел, она должна ей посидеть помогать, она решила принимать помощь. В итоге у них был пара раз секс, она сказала, чтобы от меня не волновало. Это просто механически, просто так случилось, типа как у мужиков. Так. И да, я понимаю, что мы формально расстались, но я вот принимаю крайне болезненно эту ситуацию. В чем болезненно? В чем болезненно? Говорю себе. Ну, до отношений были парни, ничего не парит, но было пять, вот шесть, какая разница. Вот понимаете, вас это волнует? Вы ее считаете? Вы говорите, пять парней было? То есть, это именно счет. Вопрос, почему? Почему? Вас это беспокоит, очевидно. И беспокоит, ну, сильно, видимо. Так, все равно нет парит вопросов, не могу ничего с собой сделать. А какой вопрос? И она никак не дает поддержки с этим вопросом, опять же, каким. Типа мы же расстались, мне не надо было себе боковать, сам виноват, я не буду ничего с этим делать. А что можно с этим сделать? Она, вот, ну, вы как-то можете мне сказать, что можно-то с этим сделать? То есть, вы так говорите, как будто, с этим, с этим, ну, реально можно что-то взять и сделать. То есть, ну, странная немножечко тоже позиция. Вот, то есть, ну, непонятно, нужно исследовать. Я не знаю, как справиться с этим. Опять же, с чем именно? С чем именно она не справится? Вот вы говорите, как состоятельно с этим справиться? С чем? Что вы болезненно воспринимаете эту ситуацию? А причина болезненности восприятия этой ситуации какая? Вот я вам привел, да, я вам привел, я вам привел возможные причины, возможные причины этой ситуации. Я вам привел. Вы знаете, какая из них ваша? Мне почему-то кажется, что нет. И понять, какая из этих причин ваша, нужно только поисследовав вас, поработав с вами, пообщавшись с вами и так далее. Но есть вот эти средства, которые я сказал. То есть, есть те моменты, которые я озвучил. Вот. И все. То есть, такая история, такой аспект. Понимаете? 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 Вот. И здесь, на самом деле, добавить больше нечего. То есть, да, я знаю таких партнеров, вот таких вот, знаете, достаточно ревнивых партнеров. Вот именно ревнивых, которые, для которых вот это вот имеет значение. Секс там или и так далее. Ну, вот с этим надо разбираться. Как я уже сказал. Причины эти, они являются системными. И, возможно, они напрямую связаны с тем, что вы говорите про себя, что у вас характер сложный. С этим тоже, опять же, нужно работать. Вот так. Такой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. А я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Спасибо.